Буду мониторить новых участников. Да, запись включена. Думаю, что многие подключатся позже. Это тоже для Испании абсолютно нормальная практика. Представлюсь. Меня зовут Борис Шельдман. Я основатель сообщества Стартап Виза Испания и SEO-акцелератора релацированных стартапов S-Hub. Напомню, что это уже третья онлайн-встреча. Стартаперов и намадов. И, собственно, предыдущие встречи проходили очень интересно, душевно. И я надеюсь, что эта встреча также не будет исключением. Хочу также сказать, что это не какая-то формальная встреча. Это не митап, не вебинар. Я никого не буду учить, что-то прямо полезное рассказывать. Это встреча друзей, где каждый может говорить то, что считает нужным. Можно перебивать. Тут не обязательно поднимать руки. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы у нас с вами сложилась вот такая душевная, теплая атмосфера. Если было бы можно, то каждый мог бы еще дарить себе бокал вина или бутылочку пива открыть. Наверное, я могу это произнести. Ну и тогда встреча проходила бы еще более душевно. Чашечки кофе тоже приветствуют. Ну, смотрите, вечер все-таки. Кофе вечером уже не очень хорошо. Но в Испании можно все. Особенно если вы ложитесь спать, как испанцы, там где час-два ночи, то кофе-то отлично зайдет. Я предлагаю начать встречу со знакомств. Было бы интересно узнать, кто сегодня к нам подключился, чем вы занимаетесь, где вы живете. Это тоже, кстати, немаловажно. Если кто-то готов, то, пожалуйста, можно без разрешения просто включать микрофон и говорить. Наверное, я начну. Меня зовут Виктор. В территории сейчас проживаю не в районе, а в Мурсии. Если кто-то есть рядом, буду рад знакомствовать. Слушайте, давайте, если никто не против, мы в чатике тоже напишем, кто из какого города. И, может быть, у нас будут совпадения. Москва. Испанский город. Объеда. Виктор Валесий. Я тоже напишу, не буду исключением. Ну, пока я не вижу совпадений. Когда будут подключаться новые участники, я буду тоже их просить подключиться. Окей. Помимо города, что вы еще можете рассказать о себе? Давайте, я следующий. Я Валерий. Сейчас в Москве нахожусь. Я разработчик и собираюсь подавать на стартап-визу. Валерий, когда планируете подаваться? Мы планируем ехать в апреле, ну и, наверное, где-то апрель-май. В целом, это уже скоро. Желаю успехов. Подскажите, пожалуйста, а в какой город вы планируете переезжать? Валенсия. Супер. Вот, Евгений пишет, что он два дня как переехал по стартап-визе. Евгений, было бы интересно с вами поговорить. Не знаю, были ли вы раньше в Испании, или вы сразу с корабля на бал? Был летом, в прошлом. Так, в ознакомительных целях. Осенью занялись оформлением стартапа, получили в конце января одобрение. Вот, и приехал. Здесь у меня товарищ по стартапу, поэтому объединяемся. Как вам Абьеда? Не часто люди туда едут, поделитесь впечатлениями. Ну, поделиться, чтобы приехали. На самом деле, почему бы и да? Абьеда не резиновый, нечего сюда ездить. Да-да-да. В местных чатах так и звучит. А так, очень прекрасный, очень чистый, красивый город. Вперед был на побережье, буквально в 35 минут на машине, и очень красивый скалистый берег с шикарными видами. Это на берегу Атлантики или нет? Да, да, Абьеда-Север. Угу. Насколько там холодно? Ну, жарко, наверное, 18-21 сегодня было. Угу. Ну, это относительно России, наверное, относительно Москвы жарко. Очень жарко относительно Москвы. Там неделю назад я еще только сугробы разгревал лопатой. Угу. Супер. Большой город, Абьеда? Ну, я еще пока его не померил, но по центру ногами 25 минут центр пересечь. Ну, вот, как кольцо. Грубо говоря, по Москве третье кольцо – это вот 25-30 минут максимум, да. Конечно. Евгений, а вы Абьеда выбрали исключительно потому, что у вас партнер там или по каким-то другим соображениям? В первую очередь, потому что партнер, да. Во вторую очередь, потому что по климату более-менее понятно и чистый, аккуратный город. Был в Барселоне, был в Валенсии. Но вот пока что решили остановиться на Абьеда. Потом посмотрим. Спасибо. Услышал. Увидел, что мелькнул Виктор. Виктор, очень хочется с вами переговорить. Променяли форция бунта на Валенсию все-таки? Сейчас я, одну секунду буквально. Угу. Скажите, Евгений, а вы сами подавались, да? Сами подавались в каком плане? На стартап-визу. Ну, не совсем. Писали все сами, проверяли с помощью Бориса, в том числе и Артем Артемович, насколько я в курсе консультировал на каких-то этапах. Ну, то есть, они ревью или, как бы, да, получается? Ну, я, да, я делал ревью, а Артем, скорее всего, подавал документы или помогал собирать документы. Ну, мы его Артема можем узнать, он с нами. Артем. Да, всем привет. Да, все. Приветствую, приветствую. Да, Артем, собственно, вопрос был по Евгению. Ты помогал с подачей документов? Ну, смарт-контрол, которые, товарищи из Альеда. А, да-да-да, это ребята были с, по-моему, Вадим, да, у вас там? Да, 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 Голованов. Да, да, Вадиму подавали документы, а ты, по-моему, самостоятельно подавался, я понял. Ну, я соучредители, вот буквально сегодня с помощью Вадима уже мы подали свой пакет, на меня пакет. Да, да-да, Вадима мы загружали, мы консультировались, все, проект окей, а потом Вадим взял свои руки, он все сам подал. Да. Видите, ребята, все окей, получается все. Да, ребята обучаются и подтягивают своих друзей и знакомых. Точно, точно. Вижу, что Виктор решил свои вопросы технические, хочу к нему все-таки вернуться. Виктор, где вы сейчас? Да, всем привет. Привет, мы сейчас выступаем. Ну, как писал Валентия, вернее, не совсем Валентия, это паттерн, буквально тут 3 станции на метро. Ну, здесь метро, двух минут ходьбы. Перебрались уже в постоянное жилье, то есть тут долгосрочный контракт на год с портрением до пяти. Трех, ну, как трехспальная квартира, то есть свой кабинет, получается, и у ребенка комната. И достаточно за нормальные деньги нашли. Угу. За сколько сняли? 850 месяцев. Вообще хорошо. С возможностью привезти сюда наших животных трех. Ну, и по феансе всего три феанса было. И вот сейчас как раз разбирается. Автопадемия стартует автонома. Сейчас во всем этом разбираюсь, погружаюсь. Археты уже получили. И уже у нас еще повезло, так что владелец квартиры, она работает директором Санкт-Андерс Сабадея. Как это банк, она и называется? Директор Сабадея? Сабадея. Да, одного из отделений. И она помогла сделать счет. Его уже запробили еще до автонома и всего остального. Угу. Ну, значит, это было правильное решение. Если все складывается в какую-то логическую цепочку, значит, все идет как надо. Ну, вот, кстати, кто будет искать квартиру, мы долго искали. В итоге почитали, как люди пишут мнение людей и сошлись в свое мнение, что надо, во-первых, искать не у наших риелторов, русскоговорящих. Иначе все будет за год вперед, нужно сразу заплатить будет, как обычно. Либо цена будет тысячи и выше за маленькую квартиру. Мы составили такую квартиру, депрезентацию нашей семьи с фотографиями, с описанием коротеньким, такое красивое. Буквально на «Идеалист» я отправил и в этот же вечер на риэк, она писала по одному объявлению, которая откликалась. Пообщались с ней, она потом предложила другую квартиру, гораздо лучше, которая на «Идеалист» не выставлена, с мебелью. И мы поехали, и вечером уже заключили, по сути. А риэлтору какую-то комиссию платили? Да, риэлтору тоже один месяц, но она вот до сих пор помогает. Как понимаю, без этого никуда. Но контракт долгосрочный, то есть на следующей неделе, месяце пойдем, наверное, подробно делать. Потом тихонько ребенка исправилась. Тут школа, лесок на одно видно, инфантиль, и примария, вот там, глядышко совсем. Мы изначально хотели, а в Сагунте было, ну, хороший город, но уж очень тихий, совсем тихий. Выходишь, не души на улице. Кому-то это и нравится. Ну, там лето будет, мы рядом с морем были, там летом будет толпа. Ну, и у вас, я думаю, тоже нормально, в случае чего можно добраться, доехать. Да, да, в принципе, тут до аэропорта, в принципе, должна быть прямая дорога, которая сейчас уже, как я понимаю, пару лет ремонт. Какой вы говорите город, извините, я прослушал. Патерн, это, в принципе, можно сказать, Валенсия. Но они, вроде как, отдельно автономно. Валенсийское метро туда доходит, вы говорите, да, до Патерна? Да, да, это... В Сагуру сателлит такой. Какая-то, розовая ветка вроде. Там, Кампонар, потом еще какая-то пару станций, потом Патерна и наши станции. Если здесь редко метро ездить, потому что здесь одна колейка, и они раз в 40 минут курсируют в одну сторону. Ну, тут достаточно хороший такой райончик. И все есть под боком магазина, и сведения. Побольше, чем в Сагунте. Ну, я добавлю за Виктора, что это, по-моему, третья, да, локация? Да, не считая Мадриду. В Мадриде мы всего там три дня были, три ночи. Мы в ноябре приехали. И кочевали по аэрбенбишным квартирам, по квартирам знакомых, которые уезжают. И сейчас вот, то есть, что-то забавно, у нас была квартира на аэрбенбин, три месяца фактически, и был первый опыт прерывания. Во-первых, первый опыт, долгосрочная аренда на аэрбенбин и прерывание аренды. Ну, там с владельцем все договорились, там пришлось заплатить дополнительные деньги аэрбенбин за отмену. Но он потом все пересчитал, такой счет поставил, сколько мы дней были за каждый день. То есть, там буквально 20 евро неустойки за неделю взял и вернул большую часть суммы. Хороший тоже владелец попался. И вот мы уже чуть меньше месяца здесь. Ну да, я, собственно, и хотел сформулировать мысль, что часто бывает, что с первого раза не получается найти удобную локацию для жизни. И поэтому начинать с того, что сразу заключать договор аренды на долгосрок, наверное, не стоит. Лучше попутешествовать, посмотреть, попробовать, и если уж точно все подходит, когда заключать договор. И, кстати, риэлтор предупредил, что вот эти контракты, которые 11-месячные, краткосрочные, она говорит, что это вообще нелегально. Их нигде не зарегистрировать и так далее. И никаких прав нет, ничего. Она, как испанский реветто, сразу же, нет, это вообще нельзя такое делать. А полугодовые? То есть они вот долгосрочные, это... Бессрочные, наверное, да, с проволгацией. Ну да, у нас год, если мы хотим прервать, надо будет залезть в реветто, так он автоматически продлевается до 5 лет, потом приоритетную покупку этой квартиры. Это договор зарегистрирован, фиансы, то, что платится, они на специальном счете лежат у владельцев. Все официально максимально сделали. Виктор, подскажите, а вам приходится сейчас деньги в России переводить? И каким образом это лучше делать? Приводится обратно переводить? Туда. Ну, так как у меня пока из грузинской ИП, это немножко проще. Очень много помогаторов, которые переводят, помогают переводить. Но один раз пришлось переводить сюда, на грузинский счет из России. Тоже даже через людей поспрашивал, помогли перевезти. Я через армянский банк перевожу, но говорят, что еще какие-то методы есть подешевле, потому что там комиссия все равно платится. Полчаса, два раза. Через людей, когда переводишь, обычно, что там, в Питере, здесь, у меня на это. Не, но это пока грузинский банк, там все онлайнит. С испанским, насколько я смотрю, тут все, да, обычно, воничек это глядит. Тут уже будет посложнее, но нам туда надо все равно переводить. Руги, это в смысле, кому-то нужны там рубли, например? Ну, или наоборот. Да, ну, нужны рубли, да, я им рубли перевожу, а он какую валюту? Обычно, когда я в Россию перевожу, то кому в Грузии нужны там лари или по доллару, я перевожу, а они рубли на взрывы. Я состою в этом, как это называется, типа закрытого клуба в Астрик, как раз таки там люди, всякие пересеменцы тогда общаются. И там, сэш, провериваю все люди. Очень много доверия, конечно. Ну, пока за уже, в принципе, уже практически год, как перевожу, до этого в Грузии жил, переводил, и в Россию все нормально. Это какая-то группа в Телеграме, да? Ну, это не то, что в Телеграме, это вообще, ну, можно пробить в Астрик. Там платное членство и так далее. А то люди более-менее не проверили. А насчет школы не спрашивали, или у вас какого возраста дети? В 8 лет насчет школы, вот, собираемся узнавать, но вообще, вроде как, здесь в школе нормально с местами, так как это не совсем в Валентии, тут народу не очень много. Вот сейчас, как пойдем подробно получать, для этого нужна первая платежка по квартире, за коммуналку пойдем потом получать, пойдем в школу узнавать, как устраивать. А сейчас следующий шаг – животных и вещи переводим. Женоскую поедем в Питер, и уже там согласована дата перевозки животных, вещей, всего остального. Борис, можно один вопрос по поводу автошколы? Было подключение, по-моему, ребят автошколы, там, руководители. Вот эта ссылка, которую они предлагают, она бессрочная, и если кто-то из сообщества, кто к ним уже обратился, и какая-то, может быть, или кто уже у них отучился, какая-то обратная связь, насколько они дают нормальные материалы. Ну, смотрите, это не столько реклама. Во-первых, я, честно говоря, не спрашиваю, сколько людей обратились по этому промокоду. Вот, как время будет, я спрошу, конечно, но мы не обсуждали, что там будет какое-то ограничение по сроку действия. Поэтому, если вдруг какая-то будет сложность, вы мне скажите, я напишу директору просто, и мы решим этот вопрос. Вот, а что касается того, если какие-то кейсы, то, честно, мне кажется, что в этой школе все русскоязычные учатся, потому что каких-то других автошкол, которые стараются обучать на русском языке, ну, я, по крайней мере, не знаю. То есть они прямо вот создали такой, создали такую услугу на рынке, и, собственно, все к ним обращаются. Да, у них тоже есть недостатки, но других предложений просто нет, потому что это очень сложная история. Ты не можешь обучать, если ты не получишь лицензию, что получить лицензию нужно два года самому проучиться, много денег ты там тоже не заработаешь, это такой тяжелый, тяжелый хлеб. Вот, и все даже без промокода туда тоже идут учиться, и я там учился, например, слава богу, я в итоге смог сдать на права, но, опять же, я состою в чатах, по-прежнему состою в чатах, где обсуждают получение водительских прав, и, например, там говорят, что теорию можно сдавать, учить и сдавать самому. То есть это реально, и люди с этим справляются. Есть доступ, можно оформить доступ к таким системам, но, по сути, они делают то же самое. Ну, когда кто-то будет еще говорить, я могу поискать и просто произнести название этих тестов. Вот, и потом люди сами берут ситу в ДКТ и идут сдавать. Опять же, может быть проще это будет делать с автошколой. Если вы, допустим, привыкли приходить каждый раз на оффлайн-занятия, то у них одни есть. Можно онлайн учиться. То есть по-разному. В общем, с ними теорию сдавать можно. А потом практику вы, на самом деле, можете выбрать любую автошколу, вообще неважно какую, потому что это автомобили не их, а по сути они всех объединяют. То есть испанские автошколы им оказывают услуги. Вот. Но тут есть сложности с датой назначения практического экзамена. Все страдают, все мучаются. В разных городах месяц и проходят, прежде чем ставят эту дату практического экзамена. Поэтому могу что сказать. Да, можно идти учиться в эту автошколу. В итоге все сдают. Рано или поздно. Спасибо. А теория, о которой вы говорите, там какие-то приложения есть, которые бы посоветовали где-то посмотреть? Да. Или, может, в чате я его найду, если вы скажете, что они там есть? Нет, я в чате не кидал их. Вот, это другая история немножко. Сейчас я найду. Да, все, нашел. Я могу в чате кинуть чат нашей встречи. Ну и для тех, кто нас смотрит, я произнесу. Это Let's Test, A-E-O-L и Practica Test. Вот. Поэтому можете просто их поискать, оформить доступ. Одной системы, как правило, недостаточно. Нужно прямо много решать этих самых вопросов, билетов. Ну, в общем, это прямо целая история. Вы смотрели, наверное, запись встречи с директором автошколы. Сейчас я не хотел бы тратить эфирное время на то, как учиться на правах. Это реально очень долгая история. Но пройти через эту историю нужно. Вот у меня уже прошло два месяца, как я жду свои права. Пока у меня есть распечатка, что я успешно сдал экзамен. Люди некоторые говорят, что они по пять, шесть, даже восемь месяцев ждут, когда им пришлют настоящие испанские права. Я пока два месяца подождал, буду ждать дальше. Ясно, спасибо. Хотел бы вернуться к испанским городам. Матвей и Даниил, подскажите, пожалуйста, в каких вы городах живете? Я в самой Валенсии. Даниил, а вы? Я еще в Германии пока, но готовлю переезд в Валенсию. Ну, вот так вот исторически складывается, что всех в Валенсии. Валенсия популярный город. Не, я тоже из Питера просто коллегой. Тоже с грузинским ИП, в общем, очень похожий. И тоже собака нужно придумать хорошим. Окей. Ну, у нас большое совпадение по Валенсии. Ганю, будете собаку перевозить, можете обратиться. И уже будет понятно, проверены ли перевозчики, которые мы перевезут. Да, спасибо. Я уже тоже думал... В чате состоится? Потом. Да-да-да, я думаю, что в чате как-нибудь найдемся и там еще спрошу. Окей. Ну, до собаки тут, я не знаю, еще полгода, наверное. Пока соберемся. У нас ноября. Совсем у нас 17 ноября мы здесь. Сейчас только 5 апреля же на аппетит. И где-то 12 апреля. Да, где-то 12 и 15 их управляют. А, 9 их управляют. Не 5, а не здесь. Я хотел бы... Еще одну тему для обсуждения запустить. Собственно, а кто чем занимается? И кто чем планирует заниматься в Испании? Я программист, мне все просто. Я работаю по найму. Не аналогично, Игорь. По найму и через АПР. Тону мы трансформировали. Работаю на молдовском, британском компаниях. Главная работа есть. Удаленно. Все хорошо. Это вы хорошо устроились. В будущем надо что-то еще задумать. Пока вот с этим мы всем разобраться, перевести мы все. Это понимает, что вы совмещаете переезд и работу, да? Ну да. Ну, когда надо там... Ну, или на работе легко до его в сайте, так что проблема еще. Надо было в Реус кататься за каточкой, до его взяли, машину в аренду взяли и поехали. Окей. Кто еще готов рассказать, чем планируют заниматься в Испании? Стартап, инженерка и сопутствующие области будем сейчас планировать, осматриваться, тестировать. А правильно ли я понимаю, что это стартап, связанный с умными домами? Ну, это контроллеры умных домов, но они же... Их можно передназначить, и мы их прописывали под системы умного полива для ирригации всех хосполей. Вот. Ну, умные дома, они в первую очередь рождены были для этого, да. Вот тоже интересно. А вопрос с маркетингом у вас решен? Или кто за него отвечает? Будем лежать сейчас. Это вот одна из самых сложных задач в Испании. И вот я расскажу, что у меня на этой неделе была встреча, как я ее называю, с традиционным испанским бизнесом. Испанец, у него не хватает времени заниматься своим проектом. Они создают тех заданий и потом сами же их реализовывают по подключению солнечных панелей, но на больших площадях, то есть они прямо поля солнечных панелей занимают. И вот у него вопрос, как ему масштабироваться, как найти больше клиентов. Вот. Он ко мне обратился, потому что компании уже, по-моему, 12 лет, то есть заказы идут, но они идут по сарафанному ракетю. У него есть люди, которые готовы все это делать в гораздо больших объемах. Но вот он сам уже не хочет все это искать себе новые приключения. Ну и вот мы сейчас не будем обсуждать, могу ли я ему помочь масштабировать. И поэтому тоже буду решать проблему испанского маркетинга. Ну, то есть он марс не хочет отдать на аутсорс? По сути, да. Рискованно. Ну, смотри, смотрите, не то, что рискованно, но его... Для вас нормально. Нет, его клиенты, они с ним и останутся. То есть, по сути, будет только второй канал. И кроме того, он хочет часть своего бизнеса продать вот, собственно, человеку, который меня порекомендовал. И поэтому это не так рискованно. Если бизнес начнет масштабироваться, то он будет... получит пассивный источник дохода. А если не будет, то как бы там и так денег не очень много, и он не сильно от этого пострадает. Но если он половину бизнеса продаст, то у него это будет некая подушка уже. Поэтому испанцы, они ведь тоже хитрые, они умные. Тут нужно... Они пытаются понимать как бы нашу мотивацию, а мы должны понимать их мотивацию. и чем дольше тут живёшь, тем становится всё как-то логичнее понять. Ну и ещё добавлю, что вначале они, естественно, нам не доверяют, они такие смотрят, кто ты, что ты. Он мне кинул, как потом выяснилось, такую проверку. Он говорит, у меня есть земля в этой... где-то в Южной Америке. Вот, типа, мне нужен инвестор. Я говорю, слушай, но я не готов начинать работу с того, что буду искать инвестора там на какую-то землю где-то в Латинской Америке. Давай мы начнём с чего-то маленького здесь, в Испании. Он такой, ну всё, отлично, меня это устраивает. Вообще, юморист. Окей, услышал. Кто ещё готов поделиться своими планами? У нас вопрос пока открыт. Пока присматриваемся. Вопрос пока открыт ещё, поэтому присматриваемся, смотрим, какие ниши можно туда на них зайти. Ну, что-то, наверное, связанное с недвижимостью, скорее всего. можно без подробностей, но в целом, как бы, тут все умные, умные люди, может быть, что-то вместе наштормим. А вот что именно про недвижимость? Агентство недвижимости, что-то в этом плане. Реновации, смотрим, насколько рынок вообще, в принципе, засеян. Смотрим территориально по регионам и очень большая такая, большую различие на самом деле по насыщению. И специфика очень прям существенная в зависимости от регионов. Это прям очень сильно ощущается. Каждый регион, он по-своему реагирует и воспринимает спрос очень специфический. Север, юг, даже по побережью сильно различаются по южной и западной части, по восточной вернее. сильно различаются объекты, как они предлагаются, что люди хотят увидеть вообще. Пока смотрим. вот я сегодня общался с людьми, они занимаются продажей недвижимости для очень богатых людей, и собственно сейчас они говорят, что вот эти обеспеченные люди уже купили себе по 3-4-5 объектов недвижимости и они не знают, куда дальше вкладывают свои деньги. И вот сейчас они как раз обращают свой взор на стартапы. И вот мы с ними об этом и общались, что типа я могу находить стартапы, а они могут находить инвесторов. Вот поэтому было интересно слышать ваше мнение. Вот эти обеспеченные люди получают где-то 4% годовых прибыли и это мало, это неинтересно. Недвижимость я имею ввиду. А у вас какая-то другая информация? В среднем примерно так оно и выходит. Плюс минус. Ну каждому свое на самом деле. У кого есть какие компетенции, тот соответственно туда и углубляется. Быть инвестором и бизнес-ангелом это тоже отдельная профессия. И рисков там ничем не меньше, чем в стабильном сегменте, как там, смотря что считать какой бизнес они ведут в недвижимость. Это покупка, продажа, реновация объектов или это посредническая какая-то деятельность. О чем речь идет. Поэтому очень сугубо индивидуально на самом деле. Я вас услышал. Слушайте, на самом деле меня еще один вопрос интересует, который я тоже хотел обсудить. Это как раз адаптация детей к школе. Сейчас наверное я опять к Виктору обращусь, если он не против. Вот есть ли опасения, что будут сложности с адаптацией детей к школе? Ну опасения конечно есть, посмотрим как пойдет. А вас не пугает, что будет дополнительный язык, например Валенсиана? Ну нет в принципе. Ну посмотреть как пойдет сейчас пока она учится удаленно в питерской школе. не супер общительная опасения есть. Надеюсь все пойдет нормально. Угу. Местная школа, которая сделает достаточно хорошая. Услышал хочу к Артему Артемовичу обратиться, у нее двое детей. Артем ты с нами? Да. Подскажи пожалуйста, как у тебя дети адаптировались к школе? Честно, у меня дети очень классно адаптировались. У меня двоняшки, им по 8 лет. Как мы приехали сюда в Испанию в 21 году, они как раз пошли в первый класс, после садика сразу в первый, это им было 6 лет. Мое наставление было вообще простое, я не знал испанский еще, так мы приезжали, конечно, город мы знали, уже 3 года, 4 года приезжали, как на каникулы там жили, так понимали, но не так. И я детям сказал, ребят, вот школа, здесь нужно учиться, там как садики в России, только говорят на другом языке. Заходите пойти в туалет, заходите там что-то сделать, поднимите руку, говорите там пи-пи-кака, и все, вот наставление бате, такое было. Все, отвел школу, сказал, все, они начали там адаптироваться учиться сразу, мы оплатили им обеды, ребятам, они начали ходить на дополнительный спорт, все, они моментально интегрировались, они там уже через неделю начали болтать на испанском, через месяц-два уже там у них появились там друзья, там знакомые, через там два месяца уже начали нас приглашать на день рождения, а это реально уже круто, если вас в школе приглашают как родителей и детей на день рождения, все, вы уже стой человек, у испанцев на самом деле классная штука, мне нравится, они ну, очень дружат после школы, то есть, если ты одноклассник или ты, например, учился в нем сетерных, очень дружба идет там прям на года, все, даже если ты директор фирмы, ты берешь своих там, даже если там они какие-то непутевые, ты возьмешь своих одноклассников, ты возьмешь своих друзей по клубу, даже неплохо работать, но ты возьмешь их, потому что ты их знаешь, ты их доверяешь. Вот в школе эта дружба классная, и вот когда начали нас приглашать на день рождения испанские диеты, там родители, это круто было, мы пошли на первое день рождения, на второе, они очень отзывчивые, такие классные, им объясняют, помогают. Вот, моя рекомендация, если будете сдавать детей в школу, грузите их по полной, там, сдавайте на спорт, на айкидо, на какие-то там тренировки, на, на, там, мультиспорт, на продленку, оплачивайте обеды, школьные дела, языковые штуки, они познакомятся с друзьями, там, на спорте с ними, на дополнительном, как продленка, другое, там, что-то будут, там, с другими друзьями, там, какой-то бассейн, там, там, другие будут друзья, и у каждого будет много. Ребенок не будет знать только 25 человек в классе, а он будет знать там 50-70 человек, да, потому что там, там, там он знает. И не, как, не скупитесь, оплачивайте ребенку обеды, это государственная школа, оплачивайте обеды и старайтесь оплатить продленку, то есть, там, у нас это недорого, 4,20, по-моему, 4,25 стоит обед в день, мы оплачиваем за месяц, можно, если там проблемы с счетами, там, с этим, можете прийти, наличка оплатить, в школе, без проблем, я пришел там, отдал аванс, там, за год оплатила, все обеды, директор посчитал, оплатил и все, и не парится, значит, у меня за год там дети ходят и кушают, и павленка оплачена. Мой совет, ходите на все занятия, адаптируйтесь, дети очень быстро адаптируются, и язык, вообще, это не проблема, не относитесь к домашним заданиям, не старайтесь, не париться, все, сделал, сделал, ребят, мы ведь мигранты, мы все равно идеальные, мы не будем знать язык, идеально мы там не будем, дайте время детям, год, два, три, что, адаптируйтесь, а уже старше в школе, уже там, ну, тогда поталкивать, пускай домашнее задание, где там, пятый, седьмой класс, уже там, да, а ну, малышей не надо трогать, оставьте, они там, пускай играют, наслаждаются, и все, вот вы с вами в школе учились, учились, что того, как, учились там, сизусы, кости, настрой, всякие, что пригодилось, не сильно пригодилось, там, не все пошли программистами, и то, даже у программистов не востребовано, вот, вот мой совет, как можно больше адаптировать детей в школе, именно, чтобы они там занимались, как можно больше, все, механики, путешествовать, ездить с ними, там, какие-то, оплачивайте, все экскурсии, какие есть, там, да, все это, там, узнавайте, дополнительные занятия, мне нравится, в Испании, всякие вот эти кружки, там, музыкальные школы, это вообще на каждом шагу, любой чувак, вот, открыл там, мини-школу, себе, он стал, там, получил лицензию, и все, он днем работает в школе, вечером он преподает, да, в своем кабинете, там, на втором этаже он живет, на первом этаже он открыл офис, и можно привезти ребенка, там, к шахтам для клуб, там, учитель математики, учитель, там, музыки, и он, там, учит детей, это классно, что, то есть, репетитор в офисе, это круто, это стоит дешевле, ребят, 20 евро в месяц, 20-30 евро, спорт, у нас есть, конный спорт, да, кто хочет, кто интересуется, узнаете, если ближайший, там, клуб, он водитель детей, на конюшню, им понравится, там, животные, там, все, получается, 12 евро, одно занятие стоит, это реально дешевле, чем в Москве в бицце, стоит по 3-2 тысячи занятия, индивидуально 2-500 стоит, а здесь стоит, блин, 1200 рублей, здесь дешевле, нормальные лошади, это не раз хорошие, вот, мой совет, адаптируйте детей, как можно больше, погружайте их, пускай, занимаются, бегают, там, прыгают, вот так. Я еще немножко на эту тему скажу, и потом вернусь ко всем. У меня старший сын играет в шахматы, и он вначале очень увлекся шахматами, но мы сказали ему, что не стоит так увлекаться, потому что шахматы вряд ли будут твоей профессией, поэтому ты увлекаешься, играй, вот, насколько это возможно, но без фанатизма, потому что был прогресс в шахматах, но был спад в учебе, сейчас все наоборот. Но я что хочу сказать, что здесь реально есть возможности из любого города пробиваться вверх по шахматной карьере, то есть тут проходят отборы, вначале на региональные финалы, потом ты участвуешь в региональном финале, ты можешь пройти на отпор на чемпионат Испании, вот, ты можешь играть, как бы, действительно, с международными гроссмейстерами, и так скажу, что здесь, в Испании, достаточно много международных гроссмейстеров, которые приехали из России, Украины, Болгарии, вот я встречался с гроссмейстером, поэтому тут есть все возможности. Другое дело, что в небольших городах ты не найдешь, скажем, муниципального тренера высокого уровня. Вот, у нас в городе есть шахматная школа, у меня сын доходит туда два раза в неделю, мы платим что-то там 120 евро за год, что-то такое, или 140, я не помню. Вот, ну, то есть, потихонечку он играет, но если бы я хотел, чтобы он стал выигрывать турниры, то тогда нужно было бы ему нанимать какого-то личного тренера. Но это тоже возможно, это не стоит каких-то больших денег, и они здесь в Испании есть. Ну, и кроме того, здесь очень много небольших турниров, которых можно выигрывать, ребенку, это приятно, у нас вот коллекция теперь кубков и медалей испанских, это прикольно, стоят в зале. Поэтому я рекомендую детей отдавать на шахматы. И, опять же, когда проходят турниры, то там сотни детей со всей Испании или со всего Коммунидат Валенсиана, Коммунидат Валенсия собираются, и это тоже очень сильно расширяет нетворк. Это вот к тому, что сказал Артем, все социальные связи здесь формируются с детства, и чем больше вот этих связей будет, тем проще потом будет вашим детям здесь чувствовать себя комфортно в своей тарелке. Вот. Теперь хотел бы узнать у вас, как у вас проходила адаптация детей, если она проходила, с такими сложностями вы сталкивались или какие сложности вы предвидите? У меня это впереди, я еще не перевез, меня беспокоит, что дочки две взрослые уже довольно-таки, младшие, 11 лет будет, и, ну, испанский она не знает, английский так немножко. Соответственно, думаю, есть какие-то гибридные варианты, где школа, где там часть по-русски или по-английски преподают, или лучше этого не делать. Есть частные школы, которых преподают на английском, но есть плюсы этого, но я считаю, что минусов все-таки больше. То есть, с одной стороны, вашим детям, может быть, будет более комфортно учиться. Сейчас, секунду, меня тут куранты начали бить. Спасибо. Минусы есть, потому что ваши дети тогда будут оторваны от испанского социума, и после отречения школы у них, по сути, не будет вот этих социальных связей с традиционными испанцами. А это очень-очень важно, потому что у всех испанских детей есть испанские родители, которые, в свою очередь, знают еще сотни и тысячи других людей, и вот как раз из этого и складывается потом, не знаю, успешная карьера, например. Наверное, зависит от того, какие планы вообще, в принципе, насколько вы долго рассматриваете Испанию. Наверное, это очень важно. А отрывать бесплатно от испаноговорящей среды, наверное, на мой взгляд, не очень важно. У меня просто такая же история, но с двух сторон. У меня старший расстенутся в институте англоговорящего, но при этом у него сейчас проблема, он понимает, что ему сложно дается, то есть бытовой язык испанский, он владеет, но профессиональный испанский, да, и такой общий, как сказать, более расширенный вариант испанского ему дается сложнее, поскольку среда англоговорящая, а мой младший ребенок, соответственно, она кладет испанскую в полу, и вот к вопросу о том, насколько службы помогают, вот мы столкнулись с тем, что я был даже сильно удивлен, что насколько службы, от которых зависят различные вопросы, предоставление места, каких-то других вещей, дополнительная помощь какая-то, насколько они открыты и дают, ну, открыто помогают. Я не знаю, как в других регионах, но в нашем регионе просто это удивительно, на самом деле. Они делают больше того, чего ты от них просишь, и чего ты от них ждешь. Здесь так, я был сильно удивлен, на самом деле, как мы внутренне были готовы, чтобы предстоит вот как попахать, короче говоря, пробивать где-то какие-то двери, где-то как-то пытаться пройти туда, куда особо хода нет, но мы столкнулись с тем, что это абсолютно открытая, доброжелательная атмосфера, что в школе, что во всех инстанциях, куда бы мы ни обращались. И это было очень удивительно, на самом деле. И мы с этим сталкиваемся уже по сегодняшний день. Какие-то дополнительные вещи, которые требуются нашему ребенку, куда бы ни обращались, это все происходит абсолютно открыто, абсолютно нигде, никто не пытается тебе что-то там усложнить, тебе испортить, наоборот, даже если у тебя есть какие-то недостающие документы, образно, да, формально ты где-то не проходишь, это все нивелируется тем, что тебе пытаются наоборот помочь сделать максимум. Вот это вот наш опыт такой, мы вот чему не перестаем удивляться на самом деле. Ну, согласитесь, это здорово, когда ты приезжаешь в другую страну, а тебе радость. Это очень круто, особенность Испании в большей степени, чем многие другие страны, чем большинство других стран, наверное. Извините, я скажу 5 копеек буквально, что мне кажется, это связано с тем, что Испания до 77-го года была, по сути, тоже закрытой страной, и сейчас они вот постепенно раскрываются, они стали другими, они смогли перевоспитаться, и поэтому сейчас у них может быть даже лишний крен как раз в такую доброжелательность. Есть вероятность, что они могут пойти потом в другую сторону, когда приедет слишком много людей, которые начнут протеснять их детей, и они подумают, слушайте, еще это мы такие все добрые. Но пока, пока тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. И надо успеть к этому времени стать своим, отлично знать испанский. Это мое мнение, извините, Матвей, вы хотели что-то сказать? какого возраста детям, когда они первые раз сталкиваются с испанским с обучением? Подскажите. У меня есть такой опыт, я хочу дать возможность другим людям ответить. Ну, если никто не ответит, ладно, давайте я дополняйте тогда. Смотрите, когда мы переехали в Испанию, моему старшему сыну было 10 лет. Мы приехали 31 октября, и в школу он пошел уже в ноябре. Это нельзя сказать, что прямо в начале года. В начале ему было многое непонятно, он испанский вообще не знал. Ему выделили учителя, не то чтобы учителя, выделили дополнительные часы с учителем для того, чтобы его потихонечку адаптировали. Первую четверть ему не ставили оценки, от слова совсем. ну, соответственно, четверть вот закончил, ну, не четверть, у них триместры, она закончилась под Рождество, под Новый год, и в следующем, в следующей четверти еще оставался учитель, но стали потихонечку ставить оценки, но очень мягко, то есть, если он что-то не понимал, там никто там жестко не ставил, учитель где-то подойдет, где-то подскажет, чтобы оценка была чуть повыше. А в последней четверти, в последнем триместре уже все, он сдавал контрольные, ну, да, он сдавал как бы их средние, там, на 6 баллов примерно из 10, но этого было достаточно для того, чтобы перейти на следующий год. Но, опять же, я скажу, что 11 лет это еще начальная школа, и поэтому точно надо идти в обычную школу, там очень мягкие условия, и там очень сильно помогает адаптироваться. Если пойти уже в среднюю школу, вот сейчас ему уже 13 лет, и он ходит в первый класс секундарий, то есть в среднюю школу, и там совершенно другое уже отношение, там гораздо жестче ставят оценки, там нет такого душевного отношения, ну, как бы оно немножечко есть, если ты действительно себя проявишь, не ты себя, ребенок, конечно, себя проявит, вот, то учителя немножко могут как бы помогать, но при этом как бы есть примеры, когда они ставят очень низкие оценки, и все идет к тому, что ребенок останется на второй год. Поэтому вывод из моего спича, что чем раньше ребенок пойдет в школу, тем лучше, и 11 лет отличный возраст, он ничего не потеряет, вот если он прямо сейчас пойдет в школу, он, скажем так, ему помогут закончить вот этот текущий класс, потом будет лето, когда лучше всего, чтобы он позанимался с учителем, и потом в сентябре он пойдет в новый класс, и за это время он вполне адаптируется, и будет все нормально. Спасибо. Никто за мной ничего не добавляет. На самом деле вы правы, у меня есть у знакомых плюс-минус похожий опыт, два ребенка, один подростковый возраст, другой, где-то в районе тоже где-то 10-11 лет, 11 лет. И вот у младшего ребенка гораздо более плавно идет освоение языка, и более плавное вхождение и в класс, в коллектив, они более спокойно это воспринимают. Подростков, те, кто постарше, они, наверное, гораздо чуть-чуть посложнее в силу разных причин. поэтому есть такой опыт у наших друзей, это прям очень заметно. Ну, да, еще раз. 11 лет это очень нормальный возраст, мне кажется. Это классный возраст для того, чтобы учить испанский, поэтому даже не переживайте. Смело его кидайте в бой, и все, и к 12 годам он уже будет разговаривать. отлично. Окей. У меня осталась еще одна тема, которую я хотел обсудить, это тема покупки недвижимости, именно для жизни. Подскажите, пожалуйста, когда вы планируете ли вы покупать недвижимость в Испании, когда вы планируете принимать такое решение, и, собственно, как вы это собираетесь делать? Условно, у вас есть, ну, вы продали, например, квартиру в России, и на эти деньги хотите купить квартиру в Испании, или, может быть, вы хотите взять ипотеку, может быть, вы хотите кредит какой-то взять. Думали ли вы об этом? Было бы интересно пообщаться. У меня как раз на эту тему, да, тоже рассуждение. Я не могу понять, дают ли эти ипотеки, то есть по ощущениям, как будто бы ты должен прям вот показать какое-то невероятное количество, не знаю, там, постоянства и надежности, чтобы тебе банк одобрил ипотеку, но вот мы как раз этот вариант рассматриваем, потому что как будто бы уже давно пора, но целиком на квартиру, наверное, пока не хватает, и хотелось бы вписаться в какую-то ипотеку, не в Россию, а в Испании, но вот не уверен, не понимаю, как к этому подступиться. Так что, если у кого-то будет какие-то... А вы подавали заявку? Но есть такой план. Вы подавали заявку? Нет, мы же еще по факту не переехали, то есть мы только через месяц получим карточку, да, и у нас квартира в Германии через два месяца аренда закончится. вот, собственно, мы въезжаем в Airbnb, понятно, дальше будем искать какую-то аренду на постоянку, но есть какое-то ощущение, что хотелось бы переехать уже в условно импотечную квартиру или что-то такое, но как будто бы это нереализуемо. но я вам посоветую мое личное мнение более-менее накопленного опыта, вы никого не слушаете, а пробуйте непосредственно решать свой конкретный вопрос. То есть, я к чему это говорю? Для банка, для испанского банка по сути самое важное это наверное какой-то стабильный доход, который вы показываете поступление на свой счет. У вас счет в Испании или в Германии? В Грузии. Ну и в Германии тоже есть, но на него приходов нет. Соответственно, в Испанию я буду открывать Алтау на мой счет и туда переводить свой ИПА и туда. Понятно. То есть, он еще не имеет истории. Понятно. То есть, истории нет. Я вот очень прошу. То есть, там где-то холод, что можно отследить за поступлением без, какое-то движение и так далее, да? Ну вот, только по грузинским, да, как бы выписываем это... Понятно. Да. Поэтому кажется, что это, конечно, насколько... скоро получится. Ну, точно не отчаивайтесь, потому что от банка очень сильно зависит, какой банк. Даже не то, что какой банк, какое отделение банка. Это тоже очень сильно играет. Потому что бывают такие случаи, когда везде все говорит, что это нереально. Даже в рамках одного банка. Банки в другом регионе, в другом городе у вас абсолютно все может пройти. очень... Вот я с этим столкнулся, что очень сильно зависит от человека... Я не знаю, как это работает, эксистема, но от человека, который принимает непосредственно рассматривает ваш кейс и принимает по нему решение. Были такие случаи, когда это был абсолютно такой непонятный вариант, непроходной, казалось бы, да, в обсуждениях. Но все получалось и прям... Все получалось лучше, чем ожидалось, грубо говоря. Ну, это хорошо. Это обнадеживает, потому что, ну, как будто бы нет такого, что это прям принципиально невозможно. То есть просто нужно... Это тяжело, но... Я думаю, основное это то, что вам в любом случае наверное понадобится какая-то история в этом банке, но плюс-минус. Понятно, что как только вы заведете счет и придете и скажете, мне нужен там ипотека, вам, как раз, 99% что вам скажут, что нет. Когда у вас появится какая-то история по там движению в этим счетам, плюс-минус там, да, не обязательно ждать год, наверное, там, можно пробовать, я считаю, и не отчаиваться точно, не думать, что это не получится, что это нереально. Спасибо. Потому что были такие случаи, да, что там одобряют одобряют и от банка, от региона, даже от отделения банков, очень неравидим. На кого неравидим, как бы так, выбор, чьи выразить. Окей. Кто еще поделится своими мыслями, мыслями, мнением? У меня ситуация пока начальная стадия это с бизнесом, с развитием, с заработком. Вот, моя семья переедет ближайшие полгода, в лучшем случае, пока я здесь первый поселенец из своего семейства. Ну, и, соответственно, через год, полтора, два, будем рассматривать покупку квартиры или дома. Будет уже зависит от того, в какой локации мы все-таки закрепимся. То есть, есть вероятность, что вы все-таки из-за где-то вы едете? Ну, конечно, вероятность есть. Ну, такая же примерно, как и останемся. то есть. Посмотрим. Окей. Артем, у тебя большой опыт покупки недвижимости. Поделиваться, как ты покупал квартиры? Да, у нас несколько объектов в Испании. Мы покупали первый свой в 18-м году, потом еще покупали, но мы были как туристы, не резиденты. Другое время было, тоже сложности были в документах, но сейчас на самом деле даже проще, потому что есть налоговые номеры, есть еще бизнес, карточки, все окей. Но мы хотим сейчас часть недвижимости продавать и будем выкупать еще землю, вкладывать в бизнес. Да, у нас есть накопление, есть деньги, мы их вложим и недвижимость. Недвижимость не приносит такого дохода, и мы посчитали, что это для своей жизни окей, купил и все. Но для сдачи в аренду и получения дохода, поверьте, гораздо есть другие способы заработка. Мы приехали в Испанию, мы поняли, что сельхоз это наша тема, мы готовы еще земли купить, это будет прям нормально принести доход, чем квартира, там аренда 500-600 евро будет стоить, ну там и сколько ты, тут на урожае мы больше заработаем за несколько лет, в один сезон можно заработать. Вот. Мы покупали квартиру у банка, почти все объекты у банков, мне нравится, потому что чистая история, ты у банка покупаешь, ну, они сделают проверку, там, нотариус, все чистейше, там вообще сделка, вообще можно никого не привлекать, все круто, и хочу сказать, что огромное преимущество это можно с банком торговаться, не всегда, но они идут на встречи, если у тебя есть деньги, не ипотека, ты берешь, все супер, они нормально делают скидки, дисконт, можно торговаться, 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 и они все-таки идут, но если хороший объект классный, можно вместо торговаться, провести, давать аванс, выбивать этот объект и покупать, есть также возможность у банков купить эти квартиры без первоначального взноса, то есть вы берете, у вас нет денег, у вас там несколько тысяч евро, вы получаете зарплату, тратите, не смогли скопить, ну или там складываете в бизнес, можно купить квартиру у банка, банковские квартиры продают без первоначального взноса, то есть они даже если вы хороший клиент, то есть у вас все есть, вы можете купить, прям вот, ну сейчас объясню, вы можете прийти к ним и сказать, вот, ребята, я хочу, вот, ну у вас в банке есть несколько объектов, я хочу купить, они вам дают ипотеку на эту квартиру и вы ничего не платите, только оплачиваете им, получается, банку нотариальные все эти расходы, налоги на покупку, там какие-то комиссионные сделки, все, банк вам дает, они радуются, у одного ипотечника забрали эту недвижимость, кто не платил, там какой-нибудь там Гильермо, там да, три года там на их шее там висел, там они ссуды выиграли, они нашли клиента, слава богу, отдают вам, все, вы платите, на самом деле, объекты хорошие, есть, их надо искать, я рекомендую банковскую недвижимость брать, это хороший вариант, потому что вы все равно любую квартиру вы возьмете, вы будете переделать, будете ставить там сантехнику новую, там ремонт делать, это выгоднее, процентов 20 точно вы сэкономите и, ну, делайте ремонт по своему вкусу, первое, второе, сейчас можно также купить квартиры на аукционах, есть сайты, забейте, прямо на гугле, там много, множество сайтов, сейчас много там компаний делают, там, субаста, просто забейте, там, субаста, ну, недвижимость, бейте, наверное, через переводчика, вам выдадут несколько сайтов, попробуйте зайти, посмотрите, какие есть объекты, все по-разному, есть там и банковские сайты продают, есть и аукционы, есть не аукционы, я покупал и у банка, и на аукционах, но аукционы бывают очень сильно, не знаете, что они проводятся, честно, вроде аукцион классный, классный объект, все окей, но потом какой-то инвестор приходит, там, остается до конца аукциона, там, 20 минут и выкупает, там, целые тары, квартир даже за повышенной цене, за завышенной, то есть я готов был купить недвижимость, там, за 70 тысяч евро, о, на класс, на рыночную дорожь, там, за 120, можно на такой объект в том районе купить, а я смотрел за 70, чувак пришел за 130, там, купил, я не понимаю, зачем, да, может быть, там, какие-то у них свои, там, комбинации, может быть, там, на кредитные деньги, может быть, они там, банкротятся, я не понимаю, да, если есть аукцион, зачем больше рынка давать, я не знаю, может быть, банк через этот аукцион другому банку перепродает, бывает, не всегда так чисто, гладко, то есть оно по закону, все официально, но, вот, по завышенным ценам продают, можно на аукционе купить, смотрите, мониторьте свои города, свои провинции, но, не всегда есть хорошие на аукционах, то есть, какие-то там, продают в деревнях, какие-то банкроты, компании, жилье, кстати, на аукционе можно купить хорошее, то есть, там компания сделала ремонт, все окей, она обанкротилась, и вам продадут, на аукционах можно искать, продают, обычно новые дома, фирмы банкротятся, если там какие-то, здесь же в Испании легко, легче обанкротить компанию, чем там, держать, жать, и вот, рекомендую, посмотреть, но под аукцион ипотеку, скорее всего, не дадут, если есть деньги ваши, можно взять, так, ну, такое, как инвестиции, бизнес, мы хотим, я бы говорил, мы хотим купить дом себе, у нас есть несколько квартир, мы хотим купить дом, сейчас специально делаю себе выплаты усиленные, побольше, как зарплата, у меня аутонома, и эта аутонома управляет моим ООО, ну, как бы, моей компанией, вот, у нас есть контракты с американским, американским компаниям, получаем доходы, да, у нас, там, еще есть, виды, несколько доходов, и я хочу в банк подоставить за, там, за несколько месяцев документы, все там, за полгода соберу, дам, я уже доберется к нашим менеджерам, они готовы дать ипотеку, но все зависит от решения банка, и бывает такое, что в этом месяце ты подал документы, тебе там отказали, а в следующем тебе дадут, вот, я разговаривал на менеджер, тетечка такая, она уже такого, здесь, там, под 70 лет, я работаю в банке, там, почти пенсионерка такая, ну, классная, женщина, она сказала, ты не переживай, подадим документы, соберешь там весной, если что-то не одобрит, ну, еще раз можно передать, сейчас они дали, ну, как бы, все документы, все риски, учитывают компьютер, то есть, она, мы ничего не принимаем, решили, да, все вбиваем данные, компьютер просчитывает, там, все свои параметры, там, есть машина, там, недвижимость, какие депозиты были, в таких банках, то есть, они все дают, какие там, продукты ты покупал у них, поэтому лучше, перед ипотекой, купите у банка страховку, там, купите еще что-то там у них, да, чтобы какие-то там, не знаю, гонять и платить, чтобы банк видел это все, там, намины эти себе начисляете, и в том банке берите, где у вас это все происходит, вся движуха, потому что другие банки понижать будут вам ставку, ну, не ставку, как больер, денежный, и можно взять, мы хотим купить в ипотеку, мы решили, что мы возьмем очень дорогой, классный дом, там, да, там, за 250, за 350 тысяч евро, будем жить, там, 30 лет будем платить, там, будем платить, потом, не знаю, там, 500 евро, сколько там будет денег нужно, мы будем платить 20-30 лет, и будем жить, что каждом нормальном доме, а деньги с продажи квартиры, еще с нашего, с нашего остатка, сколько мы из России завели деньги, когда продавали бизнес, мы готовы вложить в дело, и этот же бизнес будет нам приносить доход, и мы будем получить ту же, ту же, ну, ипотеку, и жить сейчас в хорошем доме, там, ставку нам предложили 30 копейками, лучше брать неплавную ставку, фиксированную, и стоить, банк, даже больше подает кредит, там, менеджер так нам сказала, это Мариса, женщина в нашем, банк ББВА, для вот, если кому интересно, мы в ББВА хотим взять, буду рассказывать о своих приключениях, но, жена говорит еще, можно попробовать, у нас есть земля, у нас еще земля будет, можно, если не будет хорошего варианта дома, ну, мы ищем, тоже найти тяжело, так, это уже не у банка, не у аукционов, так, уже у физлиц, мы можем купить большую квартиру, хорошую, но квартиру тоже проблема купить, у испанев, потому что они все, нам не нравятся, квартиры, для инвестиций, окей, подойдет у банка, купил, сдал, в аренду нормально, но для себя хочется хорошую, проблема у испанских квартир, сами знаете, да, кто-то живет, это колодцы, то есть у тебя одно-два окна классные, балкон выходит на улицу, а там 3-4 комнаты, и у тебя колодец, и там, к примеру, внизу какая-нибудь собака лает, да, и ты ничего не можешь делать, она будет лаять, а там звук такой эхо, колодец, у тебя все соседи, там, можно чуть ли не руку провести, там, протянуть, о-ла, это вот проблема испанских домов, то есть пишет, там, 4-5-комнатная квартира, крутая, но, блин, эти вот колодцы это убивают, и даже в новых домах строят, все равно ты не купишь, поэтому, и мой совет, если есть возможность, смотрите, дома, которые там, сделаны там, в форме, там, крестцов, еще каких-то квадратов, там, чтобы, например, можно было выкупить квартиру в углу, да, чтобы у тебя было здесь пару окон, с этой стороны на улицу, на нормальную улицу, как мы привыкли, да, вот там, в России, кто жил там, в Сан-Ак-Сан-Ге, и с другой стороны, вот угловые квартиры, это крутые, они чуть дороже, но это выгоднее, чем брать маленькую, вот. Форма домов, кресты и квадраты, это точно не панацея, потому что колодцы могут быть в самом неожиданном месте, на самом деле. Вот есть дома классные, мы нашли, есть и в Валенсии много домов, и таких, они получаются вот в такой типа форме, ну, креста все, хочется смотреть, то есть получается у них так, и здесь, у них каждая квартира в каждом квадрате, раз квартира, два квартира, три, четыре квартиры, вот такой дом, и получается у тебя три стороны окна, да, а входная дверь и лифт, лифтовая система в центре, их, не много этих домов, это классные дома, вот смотрите в таких домах, это, они надежно, они их начали строить там с 80-х годов, это вот офигенная штука, и балконы есть, и продуваться будет, здесь окно открыл, с другой стороны продувал, даже кондиционер можно начать, вот такая штука, вот мой совет такой, вот или такую квартиру искать, где все окна, или практически там 98% окон выходят на нормальную улицу, или дом частный, но частный дом, преимущество, это своя территория, это солнечные панели можно ставить, ну и вообще какие-то там сапфеди, гильерма, там хосе, никто не будет орать, собаки не будут выйти, и все супер, и коммунидат, смотрите, вы еще, если дом покупаете, вы экономите на коммунидат, то есть вы платите, обязаны платить, стрижку газона, там за то, если закрыт, если закрыт, то лифт, 45-50 евро, да, некоторые дома платят, в месяц, это 600-500 евро, это такой обычный просто там, подъезд, да, ну забор, это в год, там получается, 500-600 евро, а тут эти деньги, ты дашь на налоги, даже меньше, ты их коммунидат, никому не плачешь, ты дашь, и все это живешь, как царь, в своем частном доме, то есть, смотрите, сейчас, когда мы обереги ипотеку, ребят, мне менеджер банка сказал, что от трех месяцев, три месяца минимум, и можно уже подавать заявку, три номины, то есть, например, январь, февраль, март, все, в апреле приходи в банк, будут рассматривать заявку, попробуйте, ребят, я хочу взять личную ипотеку и жить в стеклянном доме. Спасибо, Артем, я скажу, что я сделал первый подход к получению ипотеки, предварительно мне одобрили, условия были 3-7% годовых, при том, что основная ставка 2,7%, по проценту это еще страхование жизни, и по проценту это надбавка за то, что я аутономо-испанский, то есть, это тоже повышает их риски, но прикол в том, что они прислали список документов, такой нехилый, то есть, если ты хочешь взять ипотеку на какую-то сумму, то ты должен показать, то у тебя на счете есть уже 30% от стоимости недвижимости, и плюс еще все необходимые налоги, и плюс к этому они хотят увидеть все твои транзакции за этот год и даже за предыдущий, вот, и, как бы, на самом деле это достаточно такая история сложная, что ли, то есть, деньги-то приходят, и я стараюсь, чтобы все белые деньги там и оставались, и у меня там расходов-то практически нет, они же будут анализировать, сколько денег приходит, и сколько мы тратим на повседневные нужды, вот, а что я им скажу, что мы ничего не тратим на повседневные нужды, в общем, мы пока притормозили этот момент, потому что непонятно, как его обходить, вот, и кроме того, ну, мы не держим на счете 30% от стоимости недвижимости, ну, то есть, тут, если берешь ипотеку, например, даже не так, если объект стоит 100 тысяч, то тебе на счете надо иметь, ну, 40 тысяч точно, возникает вопрос, если ты уже 40 тысяч имеешь, то зачем брать ипотеку, по сути, на 60 тысяч, ну, как бы, есть смысл брать больше, вот, потому что ипотека на 30 лет, и Артем правильно сказал, ну, например, мы взяли просто такой пример, надеюсь, что на слух это будет хорошо восприниматься, то типа квартира стоит 80 тысяч, соответственно, 30% составляют, там, чуть меньше 30 тысяч, плюс налоги, то есть, надо где-то 35 тысяч иметь на счете. Дальше, и тогда ежемесячный платеж составит 250 евро, вот, ну, 260 евро, это совсем немного, и тогда возникает вопрос, зачем брать ипотеку на 50 тысяч, лучше найти тогда объект подороже, если возьмешь объект подороже, то, соответственно, тебе нужно больше денег на счете показывать, и они должны понимать, откуда эти деньги у тебя появились. Они хотят видеть, Борис, они хотят видеть на момент времени, да, вот эту сумму, или там какой-то период, они смотрят среднегодовое движение, какой-то баланс, или в моменте. Ну, смотрите, они же видят все мои расчеты, у меня счет тоже в ББВ, ББА, ну, и, соответственно, они могут проанализировать, но еще раз, у нас там нет повседневных трат, вот, ну, соответственно, у них возникнет вопрос, типа, а что за фигня, значит, у них что-то еще есть, вот, а что-то еще есть, я не хочу им показывать, это как бы не входило в мои планы. Ну, и, короче, мы решили пока притормозить, возможно, что есть какие-то другие входные пути, вот, но пока вот думаем и размышляем, что с этим делать. Ну, по крайней мере, вот реальные условия я озвучил, как бы, от этих цифр точно можно отталкиваться, вот, ну, и скажу, что у меня алтонома уже второй год, уже скоро полтора года ему будет, то есть, в целом, я достаточно надежный для них товарищ, у меня обороты идут, все нормально, но получить ипотеку, это совсем непростая история. А, еще, еще добавлю, это тоже важно, что они могут подтверждать ипотеку только тогда, когда ты им показываешь объект, который ты хочешь купить, но не просто показываешь объект, но ты должен прямо в местном реестре взять, как она называется, нота? Нота Симпло. Ну, да. Так вот, и потом, вот с этим документ ты отправляешь в банк, о том, что ты реально хочешь его купить, реального стоимости, они такие смотрят и говорят, ну, слушай, да, наверное, наверное, можно будет решить, то есть, с каждым объектом ты должен, каждый объект ты должен согласовывать с банком, и как-то это все достаточно геморройно, то есть, предварительно, не то, что там на сделке уже, понятно, что банк нужно повестить, что ты покупаешь, потому что он деньги же будет переводить владельцу квартиры, а здесь еще, мы еще ни разу не договорились с ним, вот, я должен ездить каждый раз, платить пошлину, брать вот эту нота Симпли, показывать банку, ждать его рассмотрения, короче, это геморрой какой-то. Для банка, потому что это объект залога, для них важно, что они покупают. Ну так я же еще не покупаю, я же не знаю, дадут мне ипотеку или нет. Если бы я знал, что, ну, условно, предодоблена ипотека там на 80 тысяч евро, все, я иду, договариваюсь, беру документы, иду в банк, проводим сделку, он переводит деньги, ну, все, а тут же все наоборот. В общем, это еще увлекательный процесс, Данил, надеюсь, что вы доберетесь до Испании и справитесь с этим. И Артем тоже получит ипотеку, мы будем знать, как это все работает. Да, да, я помню, там земля для коноплива, это все. Ну, пока мы еще не высаживаем коноплив, потому что нет разрешения от лицензии, это очень, очень, это очень, ребята, все документы, это очень бюрократичная система. В Испании это проблема, но ты, если один раз получил документы, все, там, паспорт растений, все сертификаты, все, ты работаешь спокойно, тебе никто не будет приходить, там, пожарники, там, еще кто-то, стрелять денег, там, как в России. Нет, ребят, здесь все четко, долго получаешь, да, но зато потом классно, спокойно живешь. В России быстро получаешь, но неприятно, может быть, потом. Это вот сказывается. Еще мне нравится, только в Испании, да, реально, помогают люди, но много этим неквалифицированных, ну, это больше не нравится, неквалифицированных специалистов. То есть, есть люди, говорят, берутся, да, мы сделаем все, потом просто, они не могут этого, да, сделать. И нужно мониторить, нужно смотреть хороших специалистов, адвокатов, каких-то консультантов по налогам, нужно реально искать. Там, инженера, вот у меня был инженер, я там, например, его уволил, потому что чувак там запорол, немного всего, документы хотя бы, оплачивался, и в итоге, как бы, мне там отказали, ну, как бы, я общался с ребятами, я дал другим, другим людям, это стоило, стоит в три раза дороже, но зато у меня другие инженеры все делают сейчас грамотно. То есть, ищите хороших специалистов, и смотрите, не только там отзывы, да, как он, какие документы, что он делает, какие компании у него обслуживаются, да, крупные компании обслуживаются у этих людей, там, или в этом городе, значит, крутой человек, если там у него репутация маленькая, значит, надо насторожиться. Ну, это там, агенты, подвижность, еще какие-то компании, если он будет открывать бизнес, консультироваться, там, расширять, там, там, какие-то документацию получать, там, сертификаты, там, это смотрите, с кем вы работаете, лучше переплатить и работать с большой компанией, чем с мелкими, но потом, как я, потерять там полгода времени и заплатить денег и искать других специалистов. Ну, я по своему агробизнесу рассказываю, это сложный процесс, лучше быть приятным, не экономите на этом денег. Ну, у меня другая немножко рекомендация, что пока вы не владеете испанским на высоком уровне, пока вы не понимаете, полностью все, что вам говорят, нужно развивать свой бизнес, но не спеша, ну, то есть, тут поспешишь, людей насмешишь, кажется, что вроде тут нет никаких ограничений и все понятно, ты как вляпаешься и потом будешь очень долго из этого выбираться, вот, тут это, мне кажется, достаточно легко, легко сделать, и поэтому, вот, каждый шаг нужно проверять, взвешивать, общаться, и вот, собственно, общение, это очень важная история, для чего, вот, я провожу и онлайн-встречи, и оффлайн-встречи, потому что даже одна фраза может, может подтолкнуть к правильному решению, может подтолкнуть к какому-то действию, и, собственно, это, это очень круто, и поэтому, мое пожелание, если есть возможность, общайтесь всегда, общайтесь как можно больше, это вот то, что может принести вам много пользы, вот, тоже надо стараться быть достаточно открытым, испанцы, они действительно хотят помогать, по крайней мере, пока вы случайно не начнете их притеснять в те-либо бизнесе, и то они вас никто пинать ногами не будет, ну, по крайней мере, я пока с подобными не сталкивался, они просто вас будут медленно динамить, что-то обещать, сливаться, если это происходит, это значит, что либо вы уже наступили на какую-то мозольку, либо вы делаете вообще неправильные вещи, и они вам очень деликатно говорят, типа, отвали, так это здесь не работает, вот, я это уже пару раз понял, когда мне так говорят, ну, типа, Борис, нет-нет-нет, не стоит так делать, я такой, ага, все понятно, значит, это не работает, поменяем так, вот, очень деликатно, очень везливо, вот, но если ты будешь ломиться, тебя в игнор поставят, и больше жизни не пробьешься. Ну, и я тоже уже неоднократно говорил, это еще одно, еще одна рекомендация, нужно идти к испансам, несмотря на то, что, может быть, у вас вообще нет испанского языка. очень нужно, если испанцы захотят вам помочь, они вас порекомендуют еще кому-либо, вот, буквально вчера, я пока не могу вот прямо все рассказывать, потому что все пока очень сырое, у меня возникла одна идея, я такой, блин, мне нужен испанец, который может мне подсказать, вот, как бы, никто из приехавших, у них нет ответа, я просто в Линкетине нашел испанца, с которым я переписывался, говорю, слушай, а ты можешь мне помочь вот в этом, и он такой, бац, мне скидывает информацию, хотя это не совсем по его профилю, он просто озадачился, немножко поискал и скинул, я такой, спасибо большое, то есть он, если ты о себе будешь периодически напоминать, то они такие, о, слушай, я его знаю, окей, пожалуйста, вот, Ениса, многие слышали про эту аббревиатуру, я вот с ними встречался в Барселоне, на этой неделе был семинар в Алисе, я прихожу и смотрю, там уже моя знакомая Каролина Родригес, я такой к ней подхожу, я еще ничего не сказал, она меня увидела, такая, о, типа Борис, привет, ну приятно, привет, все, поговорили, здорово, вот, и вот так вот постепенно выстраивается здесь нетворк, ты можешь сказать, что ты знаешь того и идешь вот к тому, потом ты знаешь уже двоих идешь к третьему и четвертому, потом у тебя их уже с десяток, потом ты уже можешь подружески с кем-то пойти попить кофе, о чем-то пообщаться, но вот я уже пришел к тому, что мне очень нужен испанский язык, я здесь, ну тоже, так, кратенько скажу, сегодня узнал результаты своего пробного экзамена по испанскому на уровне 1А2, это низкий уровень, то есть это азы просто, но в то же время мы общаемся, вот, у нас очень строгий учитель, я набрал 60 из 100, это очень высокий показатель у нее, вот, она сказала нормально, это значит, что действительно нормально, значит, я что-то уже в испанском языке понимаю, ну, буду учиться дальше. А вы до этого учили язык, нет? нет, я не учил язык, я очень плохо его учил, направлено, у меня нет времени его учить, единственный способ это общаться, в том числе и с испанцами, но для того, чтобы с ними общаться, нужно уже хоть что-то знать, чтобы наш разговор не заканчивался после второй фразы, как дела, надо хоть дальше как-то поддерживать. после фразы «Тодобьен», да, все хорошо. И я вот сейчас хочу найти испанца, с которым я могу просто повстречаться, пить кофе, и чтобы мы с ним обсуждали разные темы, мне кажется, что это может помочь. Вот, я буду ему кофе оплачивать, может, с круассаном, может, еще с чем-нибудь, а он со мной часов пообщается. Вот такой у меня план изучения испанского. Борис, я правильно понял, что уровня А2 хватило для того, чтобы получить права испанские? Нет. Во-первых, когда я в какой-то момент я решил, что я буду сдавать на английском языке, потому что вероятность того, что я не буду знать много испанских слов, она была очень высокой, а права мне очень хотелось все-таки получить. И поэтому я перешел на английский. Когда я начал учить на английском, у меня тоже не все с ним было так хорошо, но я учил и практиковал, и к моменту сдачи у меня уже стало все гораздо лучше с английским, и я сдал на английском. Но вот опять же, я знаю много кейсов, когда люди вообще не знали испанского, решали билеты. да, это требует достаточно много усилий, но на самом деле там, я не знаю, может быть 100, может быть 200 специфичных слов, которые нужно выучить и издают. Ну, то есть уровень, он сильно не помогает, хоть 1А2, хоть 2А2, это как бы совсем другая история, другая лексика. Но у меня могут поправить. Я слышал, там вопрос больше с практикой, то есть теория проще, а с практикой инструктор может при сдаче что-то спрашивать на испанском? Да, инструктор на испанском, по крайней мере, у меня точно инструктор сказал, что она ничего переводить не будет. Ну, на самом деле, вряд ли бы у нее получилось. Она мне заранее скинула список, не знаю, из 20 слов, которые мне нужно было выучить. Ну, типа, поменяй направление на круговом движении, или поверни налево, или, там, остановись, или, вот что-то, а, и про автомобиль, устройство автомобиля. Ну, как проверить, там, уровень тормозной жидкости, уровень масла, вот, но это чисто теоретически, они это не просят, на самом деле, на экзамене, я про такие кейсы даже не читал. Ну, вот, но когда ты берешь уроки у инструктора, она все говорит на испанском, и вначале мозг закипает, потому что ты должен следить за дорогой, ты должен ехать четко по правилам, и плюс тебе под руку еще на испанском все время что-то говорят. ладно, ладно, когда говорят, типа, поверни налево, поверни направо, это еще ладно, а если ты что-то сделал не так, и тебе начинают рассказывать, ты пытаешься понять, о чем это вообще идет речь, и ты уже пропускаешь следующий какой-то косяк, и все, и понеслась, вот, но на самом деле за 5-6 занятий ты адаптируешься, на экзамене он дает достаточно четкие указания, что надо делать, ну, то есть, там, какого-то творчества от него не было, ну, и может, мне повезло, что он с инструктором не разговаривал, потому что, когда бывает, что они друг с другом разговаривают, то ты не можешь понять, когда оно к тебе относится, ну, и плюс еще неудобно, что он сидит сзади справа, и ты должен как будто немножко ухо туда клонить, но надо следить за дорогой, но я что могу сказать, что процент сдающих практику среди русскоязычных гораздо, с первого раза, гораздо, гораздо выше, чем у испанцев, испанцы практику вообще сдают очень плохо, там, чуть ли не с 4-го, 5-го, 6-го раза, они реально плохо, ужасно ездят, я когда ждал свою очередь, видел, как испанцы подъезжают, и они даже запарковаться нормально не могут, то есть, они должны были встать к бортику, чуть-чуть подкатить, у них и глохла машина, там, и дергалась, и все, что угодно, вот, со мной парень марокканка сдавал, она с третьего раза сдала, а русскоязычные, как правило, если не с первого раза, то со второго точно сдают, потому что, опять же, опыт есть, ну, есть какие-то, нюансы в вождении, но это вам уже инструктор расскажет, я думаю, что для нас сложнее все-таки сдавать теорию, большой объем, много слов, свои особенности, ну, вот так. Собственно, у нас на часах уже полдесятого, я думаю, что стоит закругляться, я хочу сказать, что в конце марта, что в конце марта, ориентировочно, 29 марта я планирую провести офлайн-встречу в Валенсии, я буду рад увидеть всех тех, кто в Валенсии, кто около нее, офлайн общаться еще интереснее, еще удобнее, и людей будет, я уверен, что еще больше. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто подключился, нашел время, инвестировал это самое время в нашу встречу, мне было приятно с вами познакомиться, надеюсь, что встреча была для вас полезной, вы познакомились с новыми людьми, давайте продолжать общение, оставаться на связи, и развивать свои проекты здесь, в Испании. Спасибо, и до новых встреч. Всем спасибо. Спасибо, до скорого. Всем доброго вечера. Всем пока.